Баски, а то тут. Просто задают мне вопрос, можно ли делать татуировку при наличии большого количества родинок? Главное помнить, что по родинкам татуировать нельзя. Проблема в том, что при травмирующем воздействии клетки, из которых состоят родинки, могут перерастать из доброкачественных в злокачественные. Очень часто родинки образуются на тех татуировках, которые уже у вас есть. Это не опасно, просто в следующий раз, когда вы будете делать коррекцию, обратите внимание своего мастера на это. Что же делать людям, у которых родинок действительно много? Главное, не отчаиваться и сделать такой рисунок, который сможет их обыграть. Это может быть звездное небо или листва на деревьях, может быть это будут пятнышки на крыльях у птицы. Все зависит только от изобретательности вашего мастера. Но самое тупенькое, это вести контур, потом прерываться на родинку и продолжать вести контур. Если вам необходим именно этот узор, вы сначала удалите родинку, а потом уже на чистенькую кожу можете делать все что угодно. Либо вы можете вписать эту родинку между линиями рисунка и будет вам счастье. Портреты. Если вы хотите сделать портрет на том месте, где много родинок, вы это можете сделать, но только при условии, что это будет портрет Бабы Яги или Энрике Аглесиас. Если вы захотите сделать портрет Меган Фокс на этом месте, то она тоже будет похожа на Бабу Ягу. Синяки. Это результат повреждений мелких сосудов, вследствие чего из них вытекает кровь и распространяется по тонким слоям кожи. Поэтому мы точно не можем работать по свежим синякам. Это может привести к необъяснимой синеве вокруг. Что-то типа вечного синяка будет, только синяк он уходит, а синева останется. Вечное сияние чистого синяка. Приходя к своему мастеру, убедитесь, что ваш синяк уже прошел. Ну, максимум там может остаться легкая-легкая желтизна. Кстати, некоторые мастера работают так глубоко, что образуется синяк от татуировки. Это, конечно, можно назвать с душой, но по факту это очень плохо. Они попадают в гиподерму и, короче, может зашармировать это все дело. Тут появляется гиподерма, вот здесь вот. Так, гиподерма, такие слои-слои-слои, и там гиподерма. Это, там, там бьется, типа, сюда нужно попасть, а здесь типа вот нельзя. Но иногда подплывание пигмента случается из-за того, что у клиента слабые сосуды. Если вы это знаете про себя, обязательно укрепите свои сосуды перед походом к мастеру. Будьте любезны. Витилиго. Вы же знаете, кто такая Винни Харлоу? Это человек, который не стесняется своих пятен, но, тем не менее, многих они волнуют. Врачи не рекомендуют наносить татуировки при Витилиго, так как это аутоиммунное заболевание. Но. Есть большое но. На своей практике я часто перекрывала пятна от Витилиго. Если у вас наблюдается разрастание пятен, то я не советую делать вам татуировку. Если же вы находитесь в стадии ремиссии и пятна не увеличиваются и не появляются новые, тогда вы можете спокойно обратиться к своему тату-мастеру и все заживет замечательно. Некоторые грезят идеей закрасить свои пятна в тон кожи. Это сделать невозможно. Пятно. 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 есть шанс, что пятно может выходить за грань, поэтому обязательно проконсультируйтесь со своим врачом. Акне. Это воспалительное заболевание кожи. Ключевое слово какое? Воспалительное. Я понимаю, вам очень хочется, но если воспаленную часть травмировать, тем более, что там уже есть бактерии, все это может привести к инфекции. Как правило, акне локализованы, поэтому мой вам совет выбрать другое место, либо полностью устранить причину возникновения акне и уже на зажившем месте делать татуировку. Но если вы любите покачаться и закинуть в себя анаболические стероиды, из-за которых могут возникнуть стероидные акне, то лучше вообще не делать татуировку на этом месте. Потому что прыщ залегает достаточно глубоко и пигмент будет выбаливать. И в итоге вы получите недостаточно качественную работу, несмотря на большое количество коррекций. Ваша татуировка будет либо пятнистой, либо подплывшей, либо все вместе. Винное пятно или пламенеющий невус является сосудистой аномалией. По мнению дерматологов, мы можем работать на этих местах и многие мастера по перманентному макияжу пытаются забить это пятно в цвет кожи. Как вы понимаете, это тоже невозможно. Я бы не советовала тату-мастерам работать именно по винному пятну. Сделайте просто его частью своего рисунка. Например, это может быть лепесток пионка красивого винного цвета. Сырязь в настоящее время является аутоиммунным заболеванием. Поэтому дерматологи не рекомендуют делать татуировку. Потому что любая царапина может спровоцировать возникновение псориатических бляшек. Но клиенты постоянно прячут очаги болезни. Это, как правило, локти или колени. И когда ты делаешь татуировку на запястье, естественно, никто не будет задирать рукав по самую шею. Я несколько десятков раз работала с такого рода клиентами и замечала бляшки только по окончанию работы. Так вот, я ни разу не встречала, чтобы на татуировке проявлялись бляшки. Хотя, конечно, фотографии в интернете есть. Главное правило, чтобы не спровоцировать новое образование, это прийти в момент ремиссии. И не делать татуировку на месте постоянного появления бляшек. Потому что пигмент может разъедаться. Несмотря на все сложности, которые мы обсуждали в этом выпуске, это совершенно не значит, что вы не можете делать себе татуировки. Просто подойдите к этому вопросу обстоятельно. И обязательно проконсультируйтесь со своим врачом. Нет, на самом деле нормально. Это такой путь будет, такой выпуск. Типа, ничего страшного. Один должен быть, серьезно. Просто как лучше закончить. Потому что мы заканчиваем весело обычно, а тут просто... Ну, давай просто. С вами была Елена Ласки. Не забывайте подписываться, ставить лайк. И если вам интересны мои темы, зажмите бубенцы.